Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Ирины Нижалова. Сегодня у нас в гостях заведующая отделения медицинской профилактики Надежда Сергеевна Пышнограева. Надежда Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня будем говорить о том, как побороть никотиновую зависимость. Расскажите немного о работе отделения медицинской профилактики. Недавно открылся кабинет специализированный. Какую помощь там оказывают и кому в первую очередь? Да, действительно у нас открылся недавно кабинет по отказу от курения. Буквально с марта месяца мы осуществляем свою деятельность. Это связано прежде всего с тем, что на сегодня остро стоит проблема распространенности табакокурения в обществе. И, конечно, системе здравоохранения необходимо оказывать помощь людям при отказе от курения, потому что для нас это диагноз, для нас это заболевание. Для нас это также фактор риска развития многих грозных заболеваний, связанных с табакокурением. Ни для кого не секрет, что сегодня также высокораспространенность смертности среди населения от таких болезней, как сердечно-сосудистые, онкология и другие. И вот, кстати, таким спусковым механизмом или фактором, способствующим развитию этих болезней, как раз-таки является табакокурение. И Министерство здравоохранения Российской Федерации на конференциях специалистов медицинских акцентирует наше внимание на то, чтобы обратить внимание именно на этот фактор и уже начать полноценно работать с пациентами по отказу от курения. В этот кабинет могут прийти любой желающий человек отказаться от курения, записавшись по телефону или оставив свою заявку в социальных сетях. Мы, в общем-то, открыты для всех. Консультация проводится бесплатно. Первичная консультация длится по времени около 60 минут, может быть и больше, это все индивидуально. Далее мы, в общем-то, сопровождаем человека в течение полугода. То есть человек считается некурящим, если он не курит 6 месяцев. Но опять же, это по желанию человека. Также в нашей бригаде работает медицинский психолог. То есть следующую консультацию можно получить у медицинского психолога. И в процессе отказа от курения, если возникает потребность обратиться к нам, то человек может позвонить или прийти. И мы также сами активно выходим, спрашиваем, как дела. Если человек отказался, мы себе регистрируем и дальше сопровождаем этого пациента в течение полугода. А как происходит? Вообще, с чего начинается взаимодействие специалиста этого кабинета и курящего человека, который хочет избавиться от никотиновой зависимости? То есть он приходит и что во время приема? И работает психолог сначала? Нет, сначала работаю я. Приходит человек. Мы, естественно, знакомимся. Далее у нас есть специальная компьютерная программа, в которую мы вводим определенные показатели, сколько выкуривает человек в день, каков его стаж курения. А дальше идет специализированный опрос по специальным опросникам, которые позволяют нам определить степень никотиновой зависимости. Для нас очень важно высокая и низкая степень никотиновой зависимости, потому что отсюда будет строиться дальнейшая тактика ведения и оказания помощи этому пациенту. Дальше. Какова мотивация у этого человека? От этого тоже будет зависеть и лечение, и дальнейшее поведение, потому что если высокая мотивация, там одни технологии. Если мотивации у человека нет, а такие тоже есть, которые приходят на консультацию, но при этом выявляется, что у них мотивации нет к отказу. То есть хотят бросить курить, но ничего не хотят для этого сделать? Ну, вроде бы хочу, а по опроснику выявляется, что он не хочет. Поэтому здесь, как правило, лечение не назначается. Если низкая мотивация, поэтому здесь все это будет бессмысленно. Значит, здесь уже будет другая тактика. Мы с пациентом дальше строим консультацию таким образом, чтобы понять, найти ту самую мотивацию, которая способна будет помочь нам в отказе от курения. То есть пациент должен прийти к мысли сам о том, что ему это необходимо. Ведь никто другой, не медицинский работник, никто другой не может навязать свою точку зрения. Ведь все кругом знают о том, что курить – это вредно, курить – это плохо. А бывает еще так, что у пациента уже есть неизлечимые болезни, например, уже рак легких или хроническая обструктивная болезнь легких, или уже проблемы с сосудами нижних конечностей, и человеку грозит операция, и все это, понимая, что, собственно говоря, жить-то осталось совсем немного, и качество этой жизни, оставшейся, будет значительно таким тяжелым, плохим качеством жизни, понимая, не может отказаться. Почему? Потому что это болезнь, это зависимость, с которой мы только в тандеме, в содружестве можем с пациентом преодолеть. Ну и хочу, конечно, еще, пользуясь случаем, развеять миф о том, что существуют какие-то волшебные технологии, волшебные таблетки или еще что-то, которые… Пластырь – это тоже из мифов? Нет, это не из мифов. Это относится к разряду никотин-заместительной терапии. Просто там нужно правильно использовать жевательную резинку, пластырь. Это все используется специалистами в процессе отказа от курения. Только это должно быть правильное использование. К сожалению, вот ту жевательную резинку, она по содержанию того же самого никотина, бывает разной дозировки. Использовать ее нужно не жевать, а, по сути дела, надкусывать и высасывать медленно оттуда этот никотин. И в определенные часы. И вот всему этому мы на вот этой консультации учим нашего пациента. Это, еще раз говорю, длительная консультация, около часа. Иногда даже и этого не хватает. У нас проходят и повторные встречи. И когда уже пациент понимает, осознанно к вопросу отказа подходит, то, в общем-то, все получается. И есть отзывы людей, которые с 40-летним стажем, мы их, конечно, готовим к тому, что будет синдром отмены. Как правило, курильщик почему боится не справиться? Потому что у многих уже ведь есть опыт отказывания от курения. День не курил, два не курил, неделю не курил. Но что происходит в этот момент? Ощущают себя плохо, какая-то нервозность на всех, психую, раздражительность, ничем не доволен, жизнь не мила. Опять беру сигарету, курнул, и все хорошо. И все вроде бы налаживается. А почему это происходит? Вот как раз-таки мы на этой консультации объясняем на уровне даже биохимии процессов, происходящих в головном мозге. Потому что все на самом деле зависит от мозга. И зависимость формируется там, и зависимость формируется только лишь от никотина. И когда человек уже понимает, как влияет лечение, как что влияет, он уже более осознанно, и это помогает ему справиться. Так вот люди говорят, ой, я ожидал, что будет хуже, а на самом деле вроде бы ничего и справился. Кто-то выходит с консультацией, уже отказывается от курения. Кто-то принимает решение несколько позднее. Например, вот вчера был пациент, с которым мы провели беседу, у которого высокая мотивация, и он готов бросить, вот уже выйдя из кабинета. Но в процессе выясняется, что в воскресенье он идет на праздник, на свадьбу, которая, понятно, подразумевает различные вещи такие. Вот в период отказа нельзя употреблять алкоголь. Хотя бы первые две недели до месяца, потому что это является провоцирующим фактором к возникновению курения. Поэтому я ему, естественно, сказала, что сейчас нецелесообразно отказываться. Давайте все праздники пройдут, и после праздников, буквально две недели, надо будет воздерживаться от употребления алкоголя, потому что бы не произошел у человека срыв. Конечно, мы используем не только жевательные резинки, там пластырь, есть еще и лекарственные препараты, есть психологические различные вещи, потому что человек, как правило, ведь курит почему? Для кого-то это... Вот мы, кстати, в этом опроснике и выясняем. Для кого-то это поддержка при нервном напряжении. Значит, что? Человеку нужно дать возможность научить его использовать другие виды поддержки при нервном напряжении. Как снимать это нервное напряжение, не используя табак? Да, это вот одни технологии. Кто-то использует курение как манипуляция, нравится держать эту сигарету в руке, значит, мы ищем тут другие способы и так далее. Все очень индивидуально, потому что все мы с вами очень разные. Вот. Ну, вот если вкратце, да, мы еще определяем содержание СО в выдыхаемом воздухе на аппарате смокелайзер. Данный аппарат дает нам понять, какова же, ну, так скажем, степень гипоксии, то есть сколько же содержания СО, потому что никотин, он вызывает зависимость, а СО приводит к хроническому кислородному, скажем, голоданию. То есть вместо кислорода клеточки наши разносят какую-то часть вот как раз-таки вот этого СО угарного газа. И вот это хроническое гипоксическое состояние очень сильно влияет на состояние здоровья, особенно на клетке головного мозга снижается память, концентрация способствует развитию атеросклероза сосудов раннему, зрение может падать. Но для женщин и мужчин тоже красота, морщины образуются и так далее, и так далее. И все мы вот это определяем и объясняем человеку, для чего это нужно сделать. Вот вы говорите, что с марта, да, работает кабинет. Сколько уже человек обратилось к вам? Кто это? Мужчины, женщины, может быть, какой-то... Да, мы, естественно, введем статистику. Значит, обратилось уже на сегодня 23 человека. Из них 9... Не помню, сколько мужчин и женщин. Из них 9 человек уже не курят. Ну вот с марта-апреля месяца. То есть они не курят. То есть они уже стойко стоят, так скажем, на ногах. И мы только периодически позваниваем, спрашиваем, как у них состояние, как что. То, в общем-то, все хорошо, все прекрасно и не тянет курить. Дальше 5 человек пошли на снижение. Меньше курить, что ли? Да, на снижение. Вот в отношении этих людей, видите, была другая тактика выбрана. Потому что, например, женщина с 40-летним стажем курения в день выкуривает полторы пачки сигарет. С паническим страхом, когда сигареты заканчиваются. Для людей это серьезная проблема с такой тяжелой зависимостью. Плюс очень много сопутствующих болезней. Поэтому здесь совместно с ней была выбрана такая тактика на снижение. На сегодня она выкуривает 10 сигарет. И вот сегодня буквально мы с психологом обсуждали, что необходимо пригласить и уже пойти на полный отказ. Потому что 10 это, в принципе, уже для человека, который курил полторы пачки, в принципе, ни о чем. Но есть, конечно, срывы. Три человека отказались, но через некоторое время снова закурили. Это тоже, в принципе, нормально. И мы людям говорим об этом, что срыв может быть. Но каждый курильщик должен понимать. Вот он отказался, не курит месяц, не курит полгода или год. Как говорят бывших курильщиков, так же, как и бывших накоманов, алкоголиков не бывает. Позволил себе хоть один раз затянуться, всё пойдёт сначала. Поэтому и снова надо будет, опять же, работать над собой, предпринимать шаги к тому, чтобы отказаться. Но для некоторых нужно пройти этот опыт. То есть срыв. Ага, человек понимает, он осознаёт. И дальше мы снова с ним продолжаем работать на пути к отказу от курения. То есть нужно понимать, что действительно эта болезнь, с ней тяжело бороться, но это возможно, когда есть партнёрские отношения. Конечно, всегда с пациентом мы стараемся выстроить партнёрские отношения. Я считаю, это очень важно. У нас нет назидания, что ты должен и обязан. То есть человек должен сам прийти к этой мысли. Это вот одно ещё направление. А второе направление мы обязательно, и вообще врачи других специальностей, особенно первичного звена, да и в стационарах, необходимо тоже обращать на это внимание, хотя бы говорить пациенту, что вам нужно отказаться от курения и увязывать с его состоянием здоровья. Потому что люди не знают, что, извините, вот этому мужчину грозит ампутация нижней конечности из-за облитерирующего атеросклероза, а эта болезнь напрямую связана с табакокурением. Поэтому, конечно, нужно говорить, Иван Иванович, вам нужно бросить, иначе вы останетесь без ног. Или у пациента хобу в первой степени. Это тоже тяжёлая, неизлечимая болезнь, но она гораздо будет быстрее прогрессировать, если человек не откажется от курения. Ну, я уж молчу, конечно, и про онкологические заболевания. Потому что болезни на самом деле к табакокурению вызывают огромное количество. Вот если пойти, начиная с полости рта, начиная с разрушения эмали, когда разрушается эмаль, инфекция появляется. Понятно, что некрасивые зубы, но эта инфекция попадает в другие органы и ткани, что способствует тоже развитию болезней. Дальше компоненты табачного дыма, вот эти смолы, все канцерогены обладают раздражающим действием, плюс горячий дым, раздражающим действием на слизистую полость рта, трахеи, бронхи. Все это поражается. Дальше у курильщика за год при выкуривании пачки в день скапливается до литра смол в легких. Это огромное количество, это буквально черная губка, которой можно выжать, из которой потекет эта черная смола. В этой смоле как раз-таки более 2000 соединений вредных. Это и радиоактивные вещи, да. И, кстати, ученые выяснили, что компоненты табачного дыма вносят также, нарушают ДНК. То есть это говорит о чем? Что женщина, которая курит, и мужчина, который курит, могут передать болезни, определенные своему потомству. Ну и, конечно, совсем недопустимо, когда беременная женщина курит. Кстати, к нам тоже приходят на приемы беременные женщины и в последнем триместре, и в самом начале беременности. Хотя, конечно, я считаю, что нужно как можно раньше, а еще лучше на этапе планирования беременности. Вот здесь, конечно, проблема очень серьезная, потому что, на самом деле, у ребенка, еще не родившегося, нет шанса. Он вынужден курить вместе с мамой. И я беременной маме говорю, я говорю, вы готовы родить и дать своему ребенку сигарету в рот, чтобы он курил? Она говорит, нет. А я говорю, а сегодня, вот вы пока беременная, вы делаете вот это своими руками. Вы курите, он курит вместе с вами. Ведь когда женщина курит всю беременность и потом рождает ребенка, ребенок преодолевает страшные, и болезни возникают различные, и состояние, различные синдромы, и гипоксическое состояние приводит к различным проблемам. И ребенок отказывается от грудного молока, потому что у мамы куряющее грудное молоко будет с горьковатым привкусом, а природа и так не заложена, чтобы молоко было такого привкуса. Ну и вот, конечно, нужно понимание. Мамочки приходят, мы проводим, к сожалению, очень мало. Есть такие, например, которые говорят, что а какое право вы вообще меня имеете право направлять к отказу от курения. Да то простое право, что это болезнь. И женщина, которая все-таки планирует беременность, ну, по крайней мере, на период беременности надо отказаться и от приема алкоголя, и от приема табака. Это однозначно. И тут никакого снижения, тут однозначный, полный отказ от курения. Ну вот, еще хотела бы сказать один миф. Такое вот существует, и наши пациенты приходят, мне рассказывают о том, что есть доктора, которые рекомендуют, говорят о том, что резко бросать курить нельзя. И, кстати, вот беременная одна женщина об этом мне и сказала, что вы что, резко бросать нельзя курить, иначе мне плохо будет. Это все, понимаете, как бы, это неправильно. Успокоение себя? Это успокоение себя, да, это поиск того, чтобы вот продолжить, значит, курить, и откладывать этот вопрос на потом. Можно и однозначный отказ. Единственное, что если у человека, конечно, есть уже сопутствующие заболевания, например, болезни сердца и так далее, то тогда наша работа выстраивается в тандеме с участковым терапевтом. Потому что действительно может вот этот синдром отмены дать, например, гипертонический кризис, повышение давления или еще что-то, или осложнение со стороны бронхолегочной системы, когда будет кашель, мокрота будет плохо отходить. Но это все как бы прогнозируемо, с этим можно работать. Терапевт назначает соответственное лечение в комплексе с отказом от курения, да, и все это пациент, собственно говоря, преодолевает. Но такого, что вот бросать медленно нельзя, нет. Однозначный и полный отказ. Мы также вот разговаривали с хирургами кардиоцентра, которые как раз-таки делают операции на сердце, о том, что вот как они рекомендуют, не рекомендуют, как они эту работу проводят. Потому что европейские страны давно пошли по тому пути, тебе не будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь, ну, в том числе на сердце операции, если ты куришь. Да, потому что это фактор риска, который способствует прогрессированию этого заболевания. То тут вот, конечно, ситуация сложная. Здесь хирурги говорят о том, что, конечно, надо на этапе подготовки пациента к операции. Он же ведь не одним днем попадает, да, на эту операцию. Вот на том этапе, конечно, нужно проводить такую работу, наверное, скорее всего, это в первичном звене, к тому, чтобы пациент отказался от курения. Потому что потом ему, конечно, сложнее. И после того, как проведена операция, должен быть полный покой, пациент должен себя чувствовать комфортно. Но при любой ситуации, при любом состоянии здоровья, вот просто рекомендации полный отказ от курения. И чем раньше это будет сделано, тем это лучшее. Ну, продолжая наш разговор, да, мы говорим о никотиновой зависимости. Есть электронные сигареты, есть различные вайпы, вейпы, не знаю, как точно называется. Ходят с этими приборами, подростки дымят. Да, считается, что это, ну, наверное, высреди это считается чем-то таким вполне себе естественным. Может быть, показывают какой-то уровень дохода семьи. Вот с этим, с этой проблемой вы как-то боретесь? Ну, мы конкретно, как медики, конечно, не боремся, но, как сказать даже, естественно, мы информируем. И вот наша задача проинформировать людей, особенно родителей тех подростков, которые, к сожалению, приобретают вот эти устройства дымные или устройства бездымной доставки никотина, или, наоборот, устройства, которые, как они считают, что не содержат никотин. Любые эти устройства способствуют тому, что ребёнок, подросток перейдёт потом к более тяжёлым сигаретам. На сегодня учёными не исследовано, как влияют эти дымные или бездымные устройства на наш организм. Но я думаю, что ничего хорошего от этих устройств нет. Ведь это всё равно происки табачных компаний. Вот посмотрите, вот, по-моему, в 2012 году был введён, принят федеральный закон, 15-й федеральный закон об охране людей от окружающего табачного дыма. От пассивного курения, да? Нет пассивного, но вот он там называется, об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма. То есть проблема-то в чём? Проблема-то как раз-таки ещё и в пассивном курении. Страдают те люди, которые на сегодня не курят. Очень часто, наверное, сталкиваются люди, не курящие, когда идёшь по улице, впереди тебя идёт мужчина или женщина, и, значит, курит, а тебе приходится сзади вдыхать. Или я наблюдаю такую ситуацию, когда в автомобиле сидит семья, в том числе дети, папа в замкнутом пространстве курит, и, соответственно, курят и дети, и жена вместе с ним, и так далее. То есть проблемы пассивного курения – это очень тоже серьёзная проблема, и наши люди не проинформированы о вреде курения. Так вот, возвращаясь к этим всем средствам доставки, табачные компании нацелены на кого? Прежде всего на детей и подростков, и на женщин. Почему? Потому что у женщин зависимость формируется гораздо сильнее, и с ней сложнее бороться. Это во-первых. Во-вторых, учёные тоже подсчитали, что если в семье курит мужчина, то риск закуривания у их детей где-то 20-20 с лишним процентов. Но если курит женщина, то этот риск уже 50-50 с лишним процентов закуривания детей. То есть всё-таки мама, жена, она формирует в семье некую вот такую вот культуру. И потом взрослые, которые курят, они, как правило, ведь не желают того, чтобы их дети курили. Но они должны всегда помнить, что дети берут пример со взрослых. Не бывает так. Сколько бы ты ребёнку ни говорил, что гурить, ай-яй-яй, это плохо, вот посмотри, я курю и не могу избавиться, это не сработает. Ребёнок берёт пример с родителей. Все его привычки, всё, что вот с поведением связано, да, и риск у таких родителей, у таких детей закурить, ну, гораздо-гораздо высокий. Вот вчера был буквально папа, и говорит, причём курит мама, папа и бабушка в семье. Один-единственный ребёнок, дочка, да, которая в подростковом периоде сейчас. Я говорю... Опасный такой, да? Да. Он говорит, нет, она у нас не закурит, мы с ней проводим такие беседы. Ой-ой-ой. Я говорю, вот знаете, пока с вами, может, нет. Но выпорхнет. Ведь первая проба закуривания, ну, практически 80% происходит у детей и подростков. Когда? Когда они попадают, идут учиться в учебные заведения среднего и высшего профессионального звена. Когда они начинают жить в общежитиях, там, да? Вдалеке от родителей. Когда они, да, вдалеке от родителей. Вот самое-то главное, что они попробовали, и вот в тот период, чтобы они понимали, что это наркотик. Вот если наркотик настоящий после первой же дозы привыкания, да, то тут, конечно, может быть, не с первой дозы, но раз, два, три, и всё. И тоже так же возникает зависимость, потом с которой, в общем-то, сложно соскочить. Так вот, и поэтому табачная индустрия направлена на женщин. Красивые тонкие сигареты, пачки, там, стильно разрисованные. Да. Тонюсенькие сигареты, женские, элегантные. Плюс различные ароматизаторы и так далее. Это всё происки табачных компаний, чтобы была мода на курение, чтобы подсадить женщин. Может быть, стоит на законодательном уровне обязать вот этих вот табакопроизводителей делать сигареты, ну, не знаю, какого-то неприглядного вида, там, коричневые, чёрные. Ну, чтобы они, ну, скажем так, пострашнее, да, выглядели, чтобы это было как-то вообще некрасиво. Ну, обязали. Вроде бы сейчас уже с другой-то стороны делают картинку с последствиями курения. Я вот видала, что там, например, здесь красивая картинка, переворачиваешь, там, бесплодие, там, или страшные зубы. Они не смотрят. Курильщики, они на это не смотрят. И это которые уже курильщики, ну, может быть, со стажем, да. Но, тем не менее, всё равно. Вот фильтр — это тоже миф, что фильтр защищает ничего подобного. Фильтр был введён, там, по-моему, в 30-х-40-х годах, когда в США там был целый бунт по поводу того, что раскрыли статистику, что люди умирают от табакокурения. Вот. И вторая целевая аудитория табачных компаний — это как раз-таки дети и подростки. Чем раньше закурил ребёнок, тем потом тяжелее степень зависимости, да, тяжелее соскочить, а значит, это их потенциальный покупатель. Так вот, выпуская эти новомодные все игрушки, табачные компании пытаются формировать моду на вот использование этих игрушек. Даже если там говорят, что нет никотина, да, может быть, его там и нет, но само поведение курительное, оно формируется у подростка. И дальше уже с этих игрушек он перейдёт на другие тяжёлые сигареты, когда у него, например, там не будет средств покупать там вот эти все дымные устройства. Поэтому, пожалуйста, вот, конечно, совет родителям ни в коем случае не покупайте, не спонсируйте своих детей на покупку вот этих вот игрушек, потому что ничего хорошего в этом нет. И нужно это, конечно, объяснить. А ещё вот бум, уже в Европе этот бум есть, использование различного там сосательного, так называемый снюсы, табака, да, я вот смотрю, в Дьюти Фри уже покупают наши россияне и везут. Это что, леденцы со вкусом? Ну, это вот какие-то, я, честно говоря, сама в очи, я видела, да, коробочки только, вот, когда используют вот этот сосательный табак. Опять же, европейские страны в определённый период времени, та же Норвегия, я просто там была и вот делились мы опытом, они говорили, что они, наоборот, пропагандировали в период отказа от табака. И потом случилось, что, а, нет, стали исследовать и тоже вызывают рак, и также заболевание, и зависимость никуда не пропадает. Но получился какой плюс? Что дети могут использовать этот табак, сидя даже на уроке, да? То есть если тебе покурить, надо ещё убежать куда-то спрятаться, то с сосательным табаком ты можешь сидеть во время урока и получать вот эту дозу никотина. Поэтому тут, конечно, во всеоружии нужно работать всем, и в системе образования педагогам, и в системе здравоохранения, и, конечно же, родителям, да? Родителям, прежде всего, подумать о том, что они своим примером показывают, да? И на сегодня мы готовы помочь к отказу от курения. Приходите, будем вместе работать, все советы, рекомендации будем поддерживать, обследовать и так далее, да? Вот, ну и ни в коем случае, конечно, не провоцировать своих детей и подростков на вот это вот курение. Ну и, конечно, ужесточение тоже, мне кажется, эффективные меры. И вот акцизы растут, и это правильно. Нужно, чтобы табак был дорогим, недоступным для определённых слоёв. Чтобы лишний раз людей нет. Да, потому что, опять же, статистика показывает, курит кто? Люди с невысоким образованием и с небольшим уровнем доходов. Люди, которые с высшим образованием, с хорошим уровнем доходов, как правило, стараются вести здоровый образ жизни, да? Они видят в этом прелести определённые. Поэтому здесь, конечно, нам надо учить людей говорить. И мы, когда, кстати, с курильщиками считаем, сколько же денег они затрачивают в год, а за весь стаж курения, да? И каждый мужчина говорит, ой, моя иномарка где-то уже бегает по улицам. Прокурил. Да, уже на одну иномарку накурил. Вот. То есть у нас вчера вот получилось 58 600 в год. Ну, извините. Можно в отпуск съездить. Можно съездить в отпуск, да. Можно что-то себе приобрести. Но разве стоит эта пагубная привычка, да, таких денег? И потом, тут ещё такой момент. Мы покупаем и спонсируем кого? Мы спонсируем табачные компании, все западные, да. Та же Япония на территории России имеет фабрики Великобритания. Причём распространённость табакокурения в Японии 10%, в России 40%. Конечно, эти все зарубежные табачные компании нацелены на Россию. У нас много населения, у нас очень много курящих делают на этом деньги. А Россия, что в результате получает больных людей, сокращается число лет здоровой жизни и вообще просто жизни, потому что у курильщиков, как правило, жизнь как минимум на 10 лет, она сокращается, да. Экономика тратит огромные деньги на лечение таких пациентов, на высокотехнологичную медицинскую помощь. Но я всегда нашим пациентам говорю, что здоровье – это равно деньги. Ведь для всех людей практически важно финансовое благополучие, важен бюджет семейный, да. И привожу пример. Вот представьте себе среднестатистическую семью среднего возраста, и если вдруг заболевает глава семейства раком лёгких, что за этим последует? За этим последует тяжёлое лечение, потеря работы, потеря достатка. Расходы возрастут в разы, потому что надо будет ездить на обследование, на какие-то средства ухода, лечение. Всё равно система ОМС всего не покрывает всех расходов, да. Жене или маме придётся ухаживать за этим пациентом, а значит, они тоже не смогут работать. И что с такой семьёй происходит? Такая семья уходит за черту бедности, да. Поэтому здоровье – это тире наше финансовое благополучие. Пока мы здоровы, мы сможем обеспечить семью. Надежда Сергеевна, я благодарю вас за очень познавательную беседу. Я надеюсь, что те зрители, которые посмотрят эту программу, которые хотят избавиться от пагубной привычки, обязательно к вам обратятся в отделение. Пожалуйста, давайте напомним для них номер телефона. Да, так, наш телефон, по которому можно записаться, 651-23. Но я тоже вас благодарю и надеюсь, что я хоть кого-то из телезрителей замотивировала записаться к нам на консультацию и прийти, и попытаться, по крайней мере, побороть эту пагубную привычку вместе с нами. Да, хочется пожелать нашим телезрителям беречь себя и свое здоровье. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.